встал я в 6 утра а сейчас уже 6 42 ну и вот оно хочется так отметить что ни разу не тепло короче все по замерзала нафиг вода по замерзала я сейчас согреваюсь 40 минут что-то не могу раскочегариться а тем временем процесс идет дерево здоровое давление высокая так все полное уже почти но сейчас я освобожу да уже полная горы обалденные с утра ну и конечно никакой рыбалки речи нет потому что подмерзшие все надо ждать часок два пока потеплеет ну и сам я конечно замерзший мыши тут ночью бегали у меня я вот так шуганул все она сменитила ухты а че-то упал только что же было ну блин магнит перестал держать что-то фигня какая-то нет вроде ладно продолжаем уж завтрак у нас джентльменский стакан не может быть пустым на джентльмен небритым и поддатым 835 вот видите все проморожено причем лед достаточно толстый вот вам погода дальневосточная вот вам потепление горы поэтому умывания у меня нет я так сполоснул руки но так чтобы зубы почистить там ничего этого уж то лед ну зато я сейчас двигаю минут 20 я буду на месте и там посмотрим вроде теплеет ночь была градусов 5 морозная может даже 6 так хорошо прихватила судя по льду так может даже и 7 и 8 жалко нет термометра вот смотрите уже восход уже солнца высоко сейчас переведу на солнце уже жарит оп палочка упала вот тебе нафиг блинский вот это изменение рельефа прошел 150 метров но буквально вот мой лесок ну 200 но она видно было уже оттуда я увидел как бы голубей на холмик забрался когда ну и сейчас вот вот где я пешочком переходил вот так вот напрямик практически держа курс на сейчас протока всего пешком никак но плюс лодку и поперли сначала на шесте на веслах а потом уже он она ходит вон рыба вот она тут час ходит щука ну тут конечно рыбачьи с лодки тут кочек столько все это известно не только щука и ну короче я участный выбор можно конечно здесь по верху попытаться пройти туда но я это оставлю на потом сейчас еще немножко гора пойду я вправо вдоль железки цапля тут сидела в нутке зато тишина никаких охотников хоть и суббота сегодня я пойду о лучок я уже попробовал на еще одну эх раньше бы мне его кишинки сочный вкусный так за неделю то все поменялось а просто обалдеть казалось бы не было тут шесть суток и уже вот вода но это радует конечно радует радует потому что можно лодку числа до 10 мая подождать еще неделю придется все таки 7 8 это так но потом вполне так и так и и 9 часов 45 минут все безуспешные попытки кинул я несколько десятков раз вообще ничего мертвая река какая-то никаких признаков вообще жизнь что это может быть я даже не знаю погонит что-то ветер встречный откуда-то начался начал дуть встречный сдувать не могу под берег кинуть вот под те коряги но все равно вот по те под те под те как планировал но здесь зато прошел вдоль вот так ничего не берется чаще раза три кину и пойду дальше вот вниз где был прошлый раз он туда где блеснул ой воблер повесил на дерево к ощущению что он блестит там на дереве конечно докажется маленький сильно ничего не бывает чудес каких ой елки-палки чё-то непруха непруха глубокая вот хотел перейти ручеек здесь уже тоже впритык в общем сложности короче сплошные на лодке было бы вообще плевать дело привязался коряги кидай но вот судя потому что так нет тут что-то должно быть крупные утки в заливчике сидели а вот здесь вот нету но пока вот никак не проявляет она себя не сверху не снизу не сбоку 10 часов 29 минут вот такой вот грустный унылый пейзаж горельник гнилые деревья которые еще не упали те умирают или умерли и очень все это скрипит может также упасть в реку на голову и он здоровая цапля на фоне этого всего летит спряталась все дошел я до точки где я был прошлый раз не могу понять левее правее ну вот где-то тут я и был вроде как и в общем все ловить нехер сейчас по закидываю буду кушать проголодался вспотел ваконам чё на конкурента увидел речка вот так делает зигзаг и вот вон с той стороны выходит но я сейчас так и пойду вдоль речки и на же до дорогой по дороге обратно он думает я и лягушек таскаю лягушек с тобой делить будем ем и нужно ты мне своими лягушками рыбы все равно нет им точно мне чего делить сейчас отработал этим воблером толку никакого ну как бы не факт что уловистый ну середнячок такой добротный в общем ощущение такое что у реки рыбы вообще нет следов не плюхается ничего не прыгать то есть что такое то ли сетками перегородили то ли именно той которая хищная нет ее тут вся травоядная то ли отравили нефтяники там перекрыли все в общем я не знаю что сказать пока я не понимаю короче то есть по части спиннинга никакой пока перспективы нет вообще масля была поплавок прикрутить покидать но сильно мутная сейчас вообще не хочу я поплавок кидать мушки и как бы это все еще не сейчас поэтому я завязываю много есть интересных еще дел уж не уже принципе проголодался так находился мясо поел сейчас конечно ну надо чаю попить что-то плотненькое сообразить в общем грустно в общем целом ну ладно чё говорится разведка от чего так почему другой вопрос может я не попадаю на яму но я уже сейчас удачно так откидал воблером поверхностной блесенкой еще один воблер есть такой ну уже как бы все чувствуя что ни хрена короче течение сильная кстати я бы не сказал что уж она слабая прям на веслах очень трудно идти будет против него идти можно конечно ну с напрягом плюс с учетом того что берега такие козлящие что не пристать только на моторе либо сплав я сплава вон железку уже отсюда видно сейчас выйду посмотрю какой-то километр трек пробью может трек предложу к видосу странно что он пилит с той стороны там вот сосна или кедр и все что он пилит 12 часов 35 минут 5 минут или 6 уже как я пришел и в общем разулся разделся мокрый весь по что с утра холодно было сейчас уже рассылся паперу гуси летят ну жары такой кыша нет просто когда-то одет тепло на минуса у тебя еще не несешься с рюкзаком да еще поэтому по маре я сейчас сделал километр но это был такой километр что просто блин караул короче сейчас есть хочу у меня тут от зешки всякие хлебушек сашлычки надо доесть бутерброды потом что-нибудь более значительное типа супчиков сварить ну плюс картошка у меня на картошкой на вечер хотел на частный на какой-нибудь супчик смострячь на завтрак два яйца или на ужин хочется конечно их на завтра на завтрак оставлю завтра завтра чтобы ничего не придумывать такого сальто улет от мимохода в черный хлебушек печальки ну всего хватает не только дорог как говорится вот лук что-то один куст попался остальные мелкие шоу вообще никакие что не с чего даже ободрать на эту покрошить ну а в планах сейчас вот после обеда часа в три еще на часок прогуляться тут вверх по сопочкам сходить посмотреть странно чё пилит там человек тоже интересного столбы там спиливать ну как говорится лучше не лезть а то еще и люди странные если люди занимаются странными делами они как минимум странные поэтому ну и у нас был бы слова рыба пойти рисовать а чуть вы тут делаете чего пилите сок он пока я гулял уже набрался сейчас пиву в кружке так сейчас надо найти мелкие носки короче цивильные беленькие беленькие оденем блин вот ляпота но я хотел все эту сидушку сделать сегодня не знаю не успею но попробовать можно короче через шуруповерт тащил что ли попробовать все равно можно тянем смостричит такое феноменальное сейчас я забрался на горку которая как бы не до конца еще но в принципе самая высокая в окре сейчас заберусь на мне вот через просвет видно залив чеки речки не знаю вам видно нет потому что не берет камеру на не берет она я делаю у нее на ближних деталях горы видно сейчас но это мелкая он она снежная вон там крупный я слышу заберусь такой лес загущенный дубняк березняк не понять чё пожары какие-то буреломы вообще нашел местное кладбище еще вдобавок нашел можно сказать по наводке мистику вот этот фенгель на машину как раз у кладбища работал так ну и видно вот нефтяшку там заливчик ой сколько там машин будут или объектив я бы сейчас их это рассмотрел прям зараза не хотят попадать они не хотят они попадать уничтожители природы вот так вот видно чуть-чуть что там вот куча машин он стоит вышка вот присяду может так плохо видно вы ну и вот куча проток зигзаги все жирно они там живут конечно все это вокруг вышки там прям это даже не понять сколько там машин площадка вертолетная как это чуть ли не охрана там кпп будки ну вообще загородились короче хрен у них пора лишь по дороге на на самую вершину зашел сложно понять где вершина а может и зашел почти она такая странная вообще дубовый лист шуршит хотя дубов тут не так много он черная береза и береза она черная стоит старая уже вся облазе может даже не черная белая больная или обожженный где-то тоже пожар видимо был валяется кстати вывал такой вдоль а он там типа кпп какое-то тоже вышка не понять сейчас я домик этот вижу ванны не получится он за ветками прячется вот по центру примут между веток справа вышка короче обложили со всех сторон хозяева жизнь чтобы все встало на электричество бесплатно перешли эти этим надо уродом они бабки вкладывают а рыбе нет что потравлено все на выбросами напрямик в реку там кстати вижу вроде а ну нет это не песок это марта просто выглядит песчаного цвета о прогорела прям дупло на сквозь это жуть какая вот была свеча так свеча сухая ну тоже черная береза вроде гигантская не буду подходить а то больно она хрупкая возьмёт да наверняться при этом она еще типа растет живая не горы конечно на фоне похоже вот верхоту на а нет вон про вещи игры тут непонятно правее горы не будет видно на фиг ты так я еще открытый простреливаемый такой участок тут можно было снять красиво ну похоже нет горы были видны пойма без квадрика ну так не самые высокие горы кстати ставлю же совсем максимально величие ну вот вот видно речку куча проток и заливщики вот я наивный пешком тут хотел пройти ну да ну вот от заливщик этот долыпины то я доходил вон она и вдоль него я фигачил а по тем берегом вообще воду резко вода прибыла на кончал верху не лазил в прошлый раз но вода прибыла наверно на метр подмывает берега ну пойду дальше мне еще интересно посмотреть берете телефон чего-нибудь отсюда сверху добьет пусть и заветную километра ну и прямая видимость до всяких танцев у погода шепчет если деревне были сгоревшие вот эти столбы было попытаться на какой-нибудь залезть но они такие что риск просто закончится может трагично для дерева и для меня он поймався приватизированная россия наблюдать получается это обычная дорога идиота где-то еще левая значит мог должен был видел я близко явно недалеко машины есть а вот поэтому ну-ка сейчас потом я буду здесь пускаться разумеется у ай вспотел фух вот самую большую вершину я сейчас не покажу так это как я смотрела так на уменьшить она блин перекрыта кое-где даже такие тучи контрастные это вот хребет пошел северный север ну центральный и северным он туда он дальше пошел он огромный пошел а вот тот который мой южный куда я хочу попасть он будут и самые высокие вершины он ворон четкая тут ориентация прям север-юг не получается сквозь это как я не пытаюсь ой ну там вообще пирамида явная вот левее 1500 к просто конус зацепится продолжаю понемногу подниматься да это была невысокая она просто так огораживая хриптина более-менее проходимо пока колючек никаких нет столько листа дубов не мудрено что сушняк кругом и он может от любой молнии полыхнуть от любой вообще случайно упавший какой-нибудь попавший вот она верхушка 90 метров вот я на нее поднимаюсь это мой вот такой московский сегодняшний на рыбалку после обеда не пошел работать тоже не ахти ну тут ведуха должна быть сторону амура на озеро болонь есть надежды что-нибудь видеть я хотел конечно еще речку течет сбоку посмотреть куда она впадает но решил сапоги не одевать тяжело потеют ноги даже имеет смысл их брать с собой хоть и груз в ботинках удобнее маршрут пока неизвестный изучу уже будет плюс мы всякие зверьки мало ли вдруг сваливать придет ботинка сашу стрель так ведуха на станцию здесь речку станции 2 блины все равно вида на горы нет хорошо ну как хорошо если спилить пять деревьев раз-два ну да появится конечно ну пока он там вот речки видно пыли от машины кстати бог урал как он пылит урал или что-то такое ну это на мете козла баны все их нефтяников хозяйства судя по всему их козла банское хозяйство так а вот речка которая вот здесь под низом и и не видно символа закрыта сопкой во первых сопка крутая как ни стран с этой стороны достаточно сильно крутая кстати хороший склон на лыжах кататься так прорубить пару просит него дело кому это надо кому нужно из россии делать альпийскую швейцарию россия пусть будет вот страна уродливых деревьев не ухоженных сгнивающих сгорающих вот еще черная береза просто гигантская прям вообще ну тут вообще реликтовый лес какой-то дубы листвяк и кедров ни одного трети прям тут вернулся все под земли живут все в дубах нет это не дупло это похоже процессе образования у меня есть березовый сок я сейчас заберу больше ничего не взял хотел за печеньку лучше не взял он пеньки под подпиленный подгоревший то выгляди шлепнется вот такие натеки крайне любопытный лес я такого не видел сочетание черных берез дубов и каких-то еще это вот что у нас не ясень же вот ясень прямой хотя можно дуб это это дуб черных белых берез лиственниц вообще нет любит они ясень вообще не я может это или по кстати кстати может это или по вот этого между прочим ну еще такая какие-то анхилы вели почему вот это верху не желуди нет ни желуди на чё юные натуралисты канал смотрят что это за дерево похоже на липу вообще по структуре но не факт или осина такая осина а кстати это может быть это дуб такой уникальный короче ладно будем считать считаем дуб голосование единогласно один голос аж самому смешно так ну что с собой представляет антиодолит интересно стоит знак тригонометрический лица кто собой речка представляет сопочки нет еще и до конца не но это прям как на педали магические горы что несколько вершин каждая прячется так а про точку вижу вон она пошла это еще какая-то лужица а где станции станции потерял нас и вот здесь вот поднизу уж блин должно быть где-то тут а вон она же без вот она пошла железка вода ухти все вот теперь все встало не то чтобы на свои места ну какой-то более-менее порядок видно плохо поэтому железка идет вот так вдоль склона мне надо вот поворот вот туда железка идет но я же повернул тут поворот железки получается вот эта про . короче то я вижу только одну реку 2 реки не вижу пойму она прикрыта лесом то далековато 45 километров все-таки теряется заросли если вам надоело можете переключить на другой канал не надоело пишите комментарий записывайтесь на курсы выживания дальневосточной этой где обещаю массу приключений за одну неделю камушки появились кстати это хорошо значит она такая каменная гора хорошая и вот она вниз пошла хребет там вершинка поменьше но на километрах с другой стороны как бы вот они торчат для этих вершинки а вокруг мать удивительно такого полупермидального вида конусным я слушаю голоса нет это так листва хрустит топот конечно мышь идет ночью он идет скачет ночью мышь грохот от нее из-за листы такой же слоны веселятся спрятаться невозможно как тут можно тихо ходить каким-то зверям я не знаю тем более они там есть охотятся преимущество вот смотри тут кто-то что-то рыл центр земли как это дырку как у нас сразу сняли тебя и распилили на металл смех смехом это дырка есть все и дальше пошло резкое понижение вот стою на верхней точке забыл я резких ядровых хотел и кедров посадить горсточку покидать ага но в ту сторону реку видно зато у меня сахар есть в общем принципе полчаса подъема но обзор конечно и завеса закрыть то есть не вниз не в бок высокие деревья пойму перекрывать а ну вот ту речку тоже видно много он туда он станция видно вот она станция сейчас напротив меня его в той речке уходит и там где-то пойма и мелькает ну и тут если долго долго мне сейчас идти я в принципе хотел сходить ну вон она то есть диана впадает пробежаться как бы по хребту потому что залезть на хребет потом эти легче плюс я знаю что он такой дубовый без кочек по нему можно быстренько пробежать и тем более вдруг тут была бы тропа ну нету и поэтому все ребята вот вершинка ф был бы тут этот вот на которой лазит который стоял он или как вот был убрали малина шиповник колючек короче полу нет то шипов уже выпускает это вот электро кок тоже с колючками можешь мой были все колючие такую вот что на дубе на дубе на дубе какие-то и болезни растут во все стороны нет это не дуб все-таки это или осина или они дуб дубовый листер запутать короче ни хрена из меня ботаника не вышло ладно не буду вас мучить дальний восток сейчас проверяю связь берется ли амура не видно и озеро кстати не видно тоже ну закрыто из-за деревьев тут вот я нашел точку где есть связь и это вот вершинка 90 англак и вот здесь вот в этой яме вот я снимал да можно отмотать посмотреть вот вот она дырка вот она палка это я кинул уже лежал щитомордник сантиметров 60-70 но в принципе здоровый падла коричневого цвета причем он под цвет листвы дубового не черный не рыжий вот такие опасности руки не судьи вот казалось бы и он полз обратно я хотел сходить разговаривал по телефону а он зараза решил причем неприятная башка у него такая разрисована негодюка жирный сейчас мышей будет жрать а полозов амурских тут нет который грозащий таморник любимая еда ну все пойду я вперед прогуляюсь может километр обратно даже может не через горку пойду а так вот чуть-чуть боком по хребту смотрите приключения понемногу приключения закончились солнце опять обхитрило она нырнула в тучу поэтому я снять не успел хотел уже настроился ну ладно не хоть бог с ним но зато у нас дела к ужину это я так решил попробовать пожарить на углях на сковородочке на походной картошке сальто заправить ее заправить ее лучком тут остался от шашлычков добавил кетчупа получилось такой соус сейчас буду вот 4 картошки многовато конечно буду вот колдуйствовать хотел сварить потом подумал варить тратить газ долго это экономично тут вот шампур поставил вперед маслица долю чуть-чуть у вас лицом них подсолнечный или пота корот свет горит кусочек мяса еще салка остался сейчас покрошу запах был мясной дух это лучше чем хлебный дух это лучше чем землю лизать да и как ринуться все раз прекрасную эту благодать лучшим процесс идет ребятки девчатки техническими делами позанимался не буду говорить такими потому что надо довести проект до финала так это все долго кстати часа почти два ковырялся ну про то как я сходил наверх никуда не пошел что-то мне встреча с щитоморником с этим немножко это оптимизм поубавило короче посмотрел думаю не сапогов выше бортик и достаточно тонкие штаны ну короче решил не использовать не испытывать как говорится мы его нафиг но она не страшно ну как бы он может не пропустить ну не люблю я змею короче это меня к ним доверие она вроде не трогает жалко что я не снял ну ладно зато поговорил по телефону ну минут 10-15 будет готова я думаю главное успевать поворачивать съемочный свет поставил и вот во всей своей красе картошечка подходит уже посолил сальца уже вообще великолепно ай блин прыгнула туда я пробу не снимал так вот эту перевернуть он уже даже поджаренный прям совсем сейчас чуть-чуть еще сочная жир с маслом смешался с салом крышки нет конечно это минус ну как говорится поход есть поход выживание примитивная обстановка все такое прочее мысль была сначала посадить лишнюю но она что посмотрел такая едовая ой 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 спасаемся береза бабах стороне положил чтобы она углядела но она так не горела не горела потом лишь его зажечься где еще не готова выборочно которую переворачивали ай руки жарко обжигаешь телефон или вилку и пили телефон чё-то одно держать надо какая скорочка потенциал сковородки хочу оценить насколько она для серьезных блюд приспособлена ну ничего не мешает его так вот взболтнуть слегка маслицем но я так чувствую пора соус уже влевать все уже там где тонкая уже вполне себе снимаю пробу так мясо у меня один кусочек все великолепно заливаем соус с луком шашлычный соус а мелко нарезанный лук то есть который не кольцами который отжимался и немножко кетчупа пару ложек решил его не размазывать о тепловоз для запах приехал не будет такой острый кетчуп немножко уксуса там ну больше вина там уксуса нет почти красное вино в общем домашнее мое вот это вот все варево такое ну и с коньячком конечно раз нос острый день сегодня такой пусть жарится вот никаких отходов не засираем природу все как говорится в дело идет надеюсь юмор понятен ну тем не менее стараюсь я природу беречь даже не убивать не стал думаю хрен с ней пусть сидит там сторожит дырку центр земли может там еще крупа крупнее вылазит смотрят как мы живем и обратно завязать жители внутренней земли и рассказывает про нас ужас и шеверит совсем одурели вот-вот блин начнут херачить этими ой капнул чуть-чуть масло так там лучше йог но если свет выключить вообще будет это гастрономический класс не горит из чего сделано ой мясной запах такой шашлыков тоже жир питался но чуть-чуть еще потомиться что холодно остывает быстро уже солнце зашло холод сразу вот такой вот простой эффективный ужин на огне понимаете в одного никаких тушенок там и прочих дел все натурально полезное для здоровья шашлычный ой соус кетчуп картофан соль перчик тоже в соус с вами юрич в общем заходите пишите комменты и так далее а